У кого была такая штука, что подходя к женщине или не подходя, то есть, глядя на нее издалека, у вас начинаются какие-то мысли, как это закончится. Сегодня просто вот была такая тема, и я вот тут, скажем, вдохновился. То есть, когда я говорю, чувак, там, идти к ней, вы начинаете, там, слушай, да она меня пошлет, она уже все видела, она уже спалила, к ней уже подходили, она скажет это, вот, кто себя на этой херне ловит? Ну, по большому счету, я считаю, что у всех у вас такое есть. Парни, всем привет, это Шамшурин, и я с радостью приглашаю вас на свой новогодний, заключительный, последний в этом году тренинг, практика, который пройдет с 12 по 15 декабря. Это будет феерично, празднично и необычно. Что будет? Значит, будет целый дополнительный день практики, это очень ценно, очень круто. Будет специальный гость, это один из лучших стилистов России, Александр Белов, который разберет каждого человека по имиджу, по стилю и так далее. Плюс ко всему, вы получаете материал заранее, теоретически, смотрите его, потом приходите на тренинг, там мы занимаемся только практикой. Как это проходит? То есть мы утром встречаемся, у нас утром разбор, каждого человека персонально мы разбираем, каждому человеку дается персональная рекомендация. От трех тренеров сразу, от трех разных мнений и взглядов. Потом мы идем в поля, достаточно много времени мы там занимаемся практикой, также под руководством тренеров. Все тренеры, в этом и уникальность тренинга, что все тренеры будут рядом с тобой в полях. Плюс команда поддержки, после чего вечером мы в 6 часов собираемся снова в зале и снова двухчасовой разбор, и потом идет домашка. То есть это 4 интенсивнейших дня, ты никогда еще не подходил столько раз к девушкам, не делал какие-то задания, не делал какие-то практики, не знакомился столько раз. То есть каждый человек легко может познакомиться и соприкоснуться с разными девушками более чем 80 раз подряд. В этом уникальность данного продукта. Значит, что еще? Это все будет проходить в центре Москвы, в пятизвездочном отеле, в очень камерном зале, в камерной обстановке. Все будет в пешей доступности, ГУМ, ЦУМ, Красная площадь, все что угодно. Будет куча подарков и призов, будет новогодний формат, будет весело и круто. Прямо сейчас предлагаю тебе самого себя спросить о следующих вещах. Значит, во-первых, ответь себе честно только, какая у тебя сейчас ситуация на личном фронте с женщинами? Как ты себя вообще ощущаешь? Есть ли у тебя кому позвонить, не знаю, есть ли у тебя любимая женщина и так далее? Второй вопрос, что бы ты хотел, чтобы у тебя происходило в личной жизни? Как ты себе представляешь то, куда ты стремишься, куда ты хочешь прийти? Третий вопрос, что тебе мешает самостоятельно сейчас прийти к той цели, которую ты хочешь? Почему ты до сих пор еще не там? Почему до сих пор еще у тебя нет любимой женщины, самой лучшей? Почему ты один? Следующий вопрос, насколько для тебя важно решить этот вопрос? То есть, хочешь ли ты очередной Новый год провести в одиночестве? Или все-таки ты хочешь этот теплый, семейный, классный праздник провести в компании какой-то красивой, хорошей, любимой, любящей тебя женщины? Ответь себе честно. И, соответственно, последний вопрос. Может, ну его нафиг. То есть, может быть, как говорится, ничего страшного. Может быть, и так сойдет. То есть, задай себе эти вопросы. И если ты после того, как ответишь на эти вопросы, все-таки примешь решение, что дальше так продолжаться не может, что с Нового года ты хочешь начать принципиально новую жизнь, в которой нет одиночества, в которой нет каких-то страхов, нет депрессии, апатии, в котором ты вдохновлен тем, что рядом с тобой красивая женщина, да и вообще ты вдохновлен, то обязательно оставляй заявку под этим видео, и мы с тобой увидимся на новогоднем удлиненном праздничном тренинге практика с 12 по 15 декабря в Москве. Все, это был Шамшурин, ссылки под этим видео. То есть, это искажение мыслей, вы сами себя наебываете. Что происходит? То есть, есть ситуация, да, есть реакция, тут дальше еще всякая херня, и есть мысль. То есть, это как бы уже надо объяснять, наверное, не нужно, что все ситуации сами по себе нейтральны. То есть, если вы в пустыне, для вас дождь, это, наверное, кайф. Прям такой, если вы где-нибудь на море потерялись на лодке, то есть, вы одни, и там вас колбасит на волнах, и начинается сильный ливень, у вас нет ни крышки закрыть эту лодку, ничего, да, и он начинает вода заливать это. То есть, этот же дождь превращается в какой-то фатальный бесец. То есть, я к тому, что вы к этим всем ситуациям относитесь по-разному. Есть тут ребята, которые, когда вам девушка сказала, нет, сегодня вы там поржали, сказали, ну и фиг с ним. То есть, хоть какие-то, что с вами такое, все такие же. А есть те, кто очень сильно расстроился или расстраивался? А как бы о чем отличается одно от другого, скажите, пожалуйста? Короче, ребят, то есть, вы сами выбираете у себя. А у нас это заражает значение в другую идею. Да, не понимаешь, что ты по каким-то причинам выбираешь думать, что вот здесь мне надо расстроиться, а там не надо расстраиваться. То есть, смотрите, еще раз, вот эта вот реакция, то есть, вы расстроились, вы заплакали, вам стало грустно и так далее. Вот здесь ситуация. Вот так не бывает, понимаете, что вы взяли, ситуация произошла, вы расстроились. То есть, сначала идут ваши мысли, то есть, вы где-то внутри своей головы, очень быстро, это автоматические мысли, вы внутри этой головы подумали, что что-то не так, оценили, то есть, это очень быстро происходит. Значит, я лох, значит, все плохо, жизнь, говно, жизнь, боль, там меня всегда отсылают такие девушки, все, и после этого вы уже расстроились. Вот эти мысли, с ними можно работать. Если вы начнете с ними работать, они всегда будут такие позитивные и правильные, да, вы здесь расстраиваться тоже не будете, ребят. И как бы здесь, я считаю, вот такой один из элементов психотерапии, который можно сюда внедрить. Я бы вам даже его дал как задание, которое надо делать после тренинга. Когнитивная таблица, значит, работа с мыслями. Когница – это мысль. Как она заполняется? То есть, у вас произошла ситуация. Можете делать таблицу, можете делать как хотите, я делаю просто вертикально на листке здесь ситуацию. Давайте кого-то прям разберем. У кого была ситуация, кому стало прям печально, плохо от отказа женщины, в частности, например. Сегодня, вчера какая-то конкретная ситуация. Ну, сегодня ситуация была, получается, вот с Юлей мы стояли, вот. Я так на нее смотрел, что-то подойти маленько не решался, потом Юра дайди, говорит, что-то типа это, со мной ссышь. Да, ну, нет, да, Денис с тобой, что-то типа ссышь. Ну и подхожу, что-то начинаю с ней общаться, начинаю маленько, ну, эхидно улыбаться, как бы, всю эту ситуацию видит. Ну, то что. То есть она видит всю эту ситуацию, я все себе запишу. Сейчас видит ситуацию. Басота бегает, да, как бы, там, я не знаю, где подходил, кто-нибудь не подходил. И че, чем почет. Ну, я начал с ней разговаривать, начал, как бы, делать горло, и она, там, хорош, щеки, короче, отсюда, говорит, ну, ну, и грубо равно. Как она сказала? Я не помню, ну. Допустим, она сказала, пошел нахер, она могла сказать, хорошо? Что-то типа такого. Вы мне сегодня сказали, заебал. А ты мне читать? Смотри, и ты расстроился, да? Да. Ты расстроился. Нет, это можно не только к женщинам, это вообще в идеале применять везде. После этого я прям что-то, ну, как-то подойти. Смотри, то есть вся эта штука позволяет, она не прям вот по щелчку работает, но если ты будешь ее практиковать, она позволяет быстрее выработать гибкое, многовариантное мышление, то есть как бы вообще ваша вся проблема в вашей башке, то есть в вашем мышлении. Человек, у которого мышление не гибкое, это я в том числе, когда ему говорят, пошел нахер, он расстраивается и говорит, ну, посоли нахер, да? Человек, у которого гибкое мышление, может сказать, слушай, ну, наверное, у нее какие-то, может быть, проблемы, может, она расстроена чем-то, что-то так странно реагирует. То есть он как минимум найдет еще тысячи вариантов, которые оправдывают его, да, где он не лох, где его не послали, он говорит, ну, может быть, не знаю, пошел нахер, она может быть румынкой, и по-румынски это как приятно звучит, понимаешь, он начинает думать, 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 и у него вариантов много, поэтому он не расстроится. А у тебя, видишь, слаживание ответственности. Слаживание ответственности. Какое ответственность? Слаживание. Это есть, смотри, задача в том, чтобы ты на ситуации перестал реагировать негативно. И если тебя пошли, ну, у меня недавно ученик делал такое задание в Питере, пошел нахуй называется, то есть он подходит к женщине, я опять вот матерюсь, но если так задание называть, и он говорит, пошли меня нахуй. И он так радовался, он, блядь, он вот так прискакивал, как вот ответ, вот так ногами, вот так вот, понимаешь, потому что сначала его это вставило, потом вставило еще больше, потом я говорю, когда тебе девушки будут говорить нет, и не знакомлюсь просто культурно, я не хочу, и так далее, говорим, ну, хоть нахуй меня пошли тогда хотя бы, что ли. Там, кстати, интересная реплика была по поводу складывания ответственности. Когда происходит что-то негативное, это я плохой, а когда, я сегодня уже подходил, говорю, расскажи, как дела. Да вот она классно, позитивно реагирует, расскажи про себя. Когда происходит у вас что-то хорошее, вы почему-то на себя не говорите, что я классный, все, я хорошо сделал. Короче, чувак очень сильно увлекся этим, ему так стало классно, потому что он говорил, ну, тогда пошли меня нахуй. И девушки, ну, не делали так, понимаешь, и он, блядь, он даже расстрастся, почему меня нахуй не послали. Некоторые говорили, ты уверен? Он говорит, да, пошел нахуй. То есть задача какая? Получить опыт переживания вот этого посыла, которого вы так боитесь, и понять, что от этого вы не сдохли, понимаешь. Причем есть ответственность? Его послали 10 раз нахуй, он до сих пор выжил, он пощипал себе, блядь, я живой, короче. И от этого ему стало так легко, он перестал бояться вот этого жесткого отказа или чего-то еще. По поводу того, что говорит Денис, вы здесь очень странно устроены, причем вы все перепутали, то есть когда у вас что-то получается? Мы постоянно слышим одну и ту же историю, знаешь, ну, как бы это не я, это просто вот девушка такая попалась, понимаешь, открытая, вот как бы там она позитивная. То есть как будто это ее заслуга, что вам девушка дала телефон, да, и с вами стала хорошо общаться. Но почему-то, когда тебя послали, это точно ты, понимаешь. Мне кажется, нелогичным, когда подходит такой вот няшный чувак, как ты, говорит, привет, ты такая классная, как пошел нахуй. То есть, ну, нелогично же, да, значит, у нее проблемы, с ней что-то не так, поэтому вы, а вы здесь все путаете. То есть, когда тебя послали еще раз, ты считаешь, проблема в тебе. Когда тебе дали телефон, ты считаешь, что да мне просто повезло, это не моя заслуга, это не я такой классный, это просто со мной там надо мной сжалились. Вот в некоторых видео ты говоришь, что вини ответственность на себя за все события, которые в твоей жизни происходят. А вот в этой, ну, а в некоторых видео ты говоришь, что наоборот, не вини себя, вини вот телок. А здесь то есть не надо, да иной я просто пропиздился. А здесь, ну, то есть ты здесь увидел тоже эту штуку про ответственность, да? Причем есть ответственность, ты здесь несешь ответственность за собственную реакцию на какое-то произошедшее событие. здесь тёлки ни при чем здесь задача как бы выжить до задача чувствовать себя нормально даже если тебя послали нахуй и это твоя ответственность понимаешь это не она виновата шла тебя нахуй послала понимаешь если тебя короче какой-то чувак которого ты очень сильно уважаешь говорит пошел ка ты нахуй нищеброд там и пидорас ты расстроишься но когда это будет бомж с курского вокзала ты идешь мимо короче помощь лежит ты сильно расстроишься чувак почему они же тебя оба нахуй послали потому что тот чувак для тебя значимый да и ты обиделся так это ты обиделся этот чувак для тебя не значимый ты запьет сказал да я уже иду братан час погоди уже пошел понимаешь это ты сам у себя в башке несешь ответственность за то как на это реагировать либо обидится либо нет расскажу короткую историю у меня мы живем недалеко от церкви там киры и у меня жена идет короче рода не пускает да проходит около церкви там снят эти бомжи и что-то у нее там попросили видимо бабок она прошла и не дала она короче шла в такой меховой железке короче я прохожу не даю короче релик и слышу там чё блять шепота купила рукава не хватило блять знаешь короче это виду так смешно блять вроде а посрали короче иду угораю блять и все денег не получил часа убила на руках она не хватило уже а да ты мог расстроиться кто-то другой прикинь расстроился баска ульяна турич он меня тут подъебал действительно не хватило прикинь сам упала она пришла в магазин и была шуба с рукавами но это стоило дешевле на полтос и прикинь вот прям вот в боль ударила поэтому чувак ответственность только при том что сейчас оборачиваешь за то как ты относишься к событий по поводу ответственности ты должен отвечать именно за свои действия когда кто-то не подходит сегодня например там многое разные придумывают причин да тут она стоит не так или еще там что-нибудь ты ответственность за то чтобы подходить тебе или нет они какие-то внешние обстоятельства но если ты уже подошел она послала тебя нахуй но тут наверно все таки с ней что-то не в порядке вот короче смотрите ребят вам в этом ну пережить вот этот вот уже случившийся негатив и выйти из него и в следующий раз уже так сильно не париться поможет когнитивной таблице пишите ситуацию можете сейчас прям даже попробовать ну каждый в своем блокноте какой-то ситуации какая ситуация басота послали на послали на они пишешь допустим девушка я подошел к девушке подробно пишешь сказал ей так давай познакомимся она послала меня на ну написал да какие у тебя мысли по этому поводу вернее чувство давайте так подождите чувство мысли они сюда получаются какие чувства по этому поводу чувак чувство до досада не фабида злость разочарование волны есть конечно уныние вот чувство понимаешь обидно было обида пишем один агрессия может обида агрессия злость гнев до чаще досада но это чувство да есть и искажение то есть ты грубо говоря исказил реальность понимаешь то есть как бы сейчас эти объясню почему здесь четвертой главе новый рациональный ответ правильный ответ сейчас я вам расскажу вкратце происходить есть определенные критерии по которым авторится заполняется что значит скажи не то значит что ты у себя в мыслях неправильно воспринял нейтральную ситуацию каким-то плохим ненужным для себя образом смотри здесь я сейчас все не буду говорить если кому-то действительно будет нужно я потом вам список дам и еще скажу где в интернете это прочитать есть катастрофизация то есть ты катастрофизировал согласитесь не катастрофа то есть ну послали тебя нахуй чё слава богу там все живы-здоровы до руки-ноги есть выебись она конем там москва стоит колеса быть пожара не нужно я сейчас это все расскажу что еще там какое есть искажение допустим здесь вот ты еще что-то думал так что она тебе подумала и тогда чтение мыслей короче да ты подумал что она подумала тебе какой-то ты толпая ты же говорил гуляй по 100 вот это да ты знаешь может она подумала блин господи я боюсь я боюсь что за страшный человек ты не знаешь она подумала может она вообще подумала это какой-то пони я не знакомый с пони не знают и зашли в башке мы чтение мысли то есть ты исказил реальность потому что ты подумал за нее что она подумала басота лов там какой-то долбоеб и так далее что еще те например смотри давай ситуацию немножко как унифицируем ты хотел пойти к не девушки к этой тысячи к ней не подошел да ты уже подумал что она пошла тебя нахуй а вернее так ты решил после этого не подходить к другим например да тебя же послали ты расстроился почему потому что ты думал что потому что ты думал что тебя могут снова послать правильно это называется прогнозирование то есть ты как бы прогнозировал ты думал что если я пойду еще наверняка повторится даже самая херня вот давай с этих трех искажений их там достаточно много допустим ну где-то штук 12 это действительно штука работает я на очень многие вещи стал смотреть по-другому то есть вот я намного спокойнее стал смотри катастрофизация есть определенная схема заполнения таблицы ты вот здесь пишешь искажение номер один катастрофизации начинаешь писать допустим да что ты пишешь ты пишешь я писать не буду говорить пишешь например конечно было бы неплохо если бы эта девушка не послала меня на допустим и там было бы здорово если бы она не дала телефон не послал меня на я потом тебе запись пришлю если хочешь вот потом пишешь но на самом деле вот это вот наш есть определенный конструкт то есть начинаешь с фразы ну конечно было бы неплохо да то есть это обязательное дерево дальше пишешь но на самом деле не пишешь я сильно катастрофизировал эту ситуацию на самом деле никто не умер я жив-здоров у меня там есть там не знаю одежда дома руки-ноги деньги там ты пишешь это все не катастрофы я очень сильно исказил действительность потому что я ошибся я подумал что это катастрофа это не катастрофа потом пишешь тем самым я что-то сделал расстроился потратил свою энергию потратил силы и испортил себе настроение дальше пишешь тем самым я сделал себе вред я причинил себе вред я выбираю больше так не думать и не делать не относиться к ситуации потому что это для меня не полезно то есть вот такой конструкт по-хорошему это надо записать но если что с этого видоса перепишите то есть еще раз конечно было бы неплохо если бы она не послала меня нахуй но на самом деле в этом нет никакой катастрофы я все перепутал это не катастрофа почему потому что я жив-здоров деньги есть работа есть туда-сюда жить где есть все хорошо москва классный город а когда я так подумал что эта катастрофа я расстроился потратил силы и энергию испортил себе настроение тем самым причинил себе вред себе любимому я обещаю сам себе больше так не думать подобных ситуациях потому что это искажение я исказил реальность это не катастрофы то есть ты сам себе письменно объяснил что ты зря так отреагирует дальше ты пишешь чтение мыслей нам следующие расскажем чтение вот это все написал пишешь второе чтение мыслей пишешь конечно было бы неплохо если девушка не там не послала меня нахуй но на самом деле когда я думаю что она подумала что я там как ты себя назвал ну ты как-то сказал она подумала что я еще как-то долбоёб чё туда то есть на самом деле когда я думаю что когда я думаю что она подумала хули ты там вообще подошел я очень сильно искажаю действительность это искажение чтение мыслей потому что я не могу знать физически какой человек о чем подумал у меня нет дара читать чужие мысли и никто не может знать физически кто что подумал это я сам придумал поэтому я все сильно исказил эту действительность я от этого расстроился потратил себе нервы энергию и спорт и настроение тем самым я причинил себе вред и я выбираю для себя больше так не думать и не читать чужие мысли там еще одно искажение обработал да потом следующее прогнозирование третье когда я подумал что ну то есть конечно было бы неплохо если бы она не послала послала не послал меня нахуй но когда я думаю что если я снова пойду знакомиться и девушки тоже снова меня будут слать нахуй я очень сильно исказил действительность я прогнозирую потому что я не могу знать наперед что случится завтра через час или через минуту и никто не может знать я не работаю экстрасенсом поэтому я понятия не имею как будет поэтому когда я боюсь что меня снова пошлют нахуй я искажаю действительность я неправильно воспринимаю я прогнозирую тем самым я причиняю себе вред трачу себе нервы мотаю себе там порчи себе настроение трачу энергию тем самым я причиняю себе вред я выбираю больше так не делать и схема такая по идее это надо конечно вам записать ну хотя бы чтобы поняли принцип если кому-то надо будет я это скину и таким образом одну ситуацию да это надо не полениться блять потратить там не знаю 15-20 минут времени там на самом деле больше искажения долженствование есть с чего ты взял там с чего я взял что девушка не должна была послать меня нахуй как бы она ведет себя так как она считает нужным и когда я думаю что она не должна меня посылать я очень сильно искажаю мне люди вообще ничего не должны поэтому некоторые из них могут послать меня нахуй я как бы не имею право им запретить есть ярлыки там ах она проститутка послал меня нахуй когда я считаю что она проститутка я вешаю на нее ярлык потому что может быть она не проститутка может быть у нее вчера умер кот и ее довели до такого состояния может быть и нечем платить ипотеку она собралась вешаться я подошел я не знаю поэтому я не имею права ее обвинять может быть она просто больной человек психически поэтому послал меня расписываешь любую свою какую-то там неудачу или то что тебя сердила разозлила расстроила через какую то есть во первых тебя в моменте отпускает вот этот гнев и на кукава бывает что гнев сильно задержался в башке и вы уже час-два не можете без успокоиться вы на вас начинает нести достается вашим друзьям кому-то кто вам позвонил по работе вы начинаете все это говно которое вам передала девушка передавать другим людям и говорить блять да вы там коллега да ты соответственно вы себя тут же купируете вот эту штуку себе успокоить и вас сильно отпустит это первое второе прописывая вот так вот многие вот эти ситуации здесь их много этих ситуаций с телками вы как бы сделайте так что в следующий раз когда эта ситуация случится мы ни от чего не застрахованы ты уже может быть не будешь так негативно реагировать это называется когнитивная таблица то есть принцип ее конечно нужно вам сейчас прям писать на бумажке все эти дела если кому-то интересно это очень действенная штука ее нужно применять я вам расскажу где почитать где взять все эти искажения и так далее есть вопросы можно ли научиться так глядя по девушке определить эмоцию или будущую реакцию на тебя глядя по-другому я думал так а на самом деле по-другому но только что писали но вас если ты обладаешь экстрасенсорными способностями если твой дедушка вольф мессинг или я не знаю там хотя бы твой брат этот влад кодоний для твоего ну то есть вряд ли ты научишься ну смотри тут даже если ты умеешь ты экстрасенсор ты с точностью определяешь какие у нее сейчас какое у нее настроение ничего не мешает подойти с ней хорошо пообщаться даже если у нее там умер кот и она реально грустно грустно не надо искать себе только позитивных девушек которые настроены на общение все-таки открытые яркие это не обязательно они должны быть такими а зачем вальс тогда тебе это надо а я знаю зачем потому что вы хотите гарантии это еще одно как бы заблуждение потому что нет гарантии в жизни никто не гарантирует вам что вы сегодня вечером нахуй не будете сбиты камазом у кого было хотя бы раз в жизни такое что счастливые я не знаю на работу а вечером оказались в больнице ну или примерно на следующий день у кого было такое что вы напитали свою тачку а через старт денег и в этот же день попали в аварию нахуй чуть не убили но у меня точно все это было несколько раз вы как-то вы могли знать утром что вы днем или вечером попадете в больницу и в аварию нет поэтому это очень большая иллюзия человечества когда люди хотят чтобы все было предсказуемым до чтобы они точно знали что были гарантии вот я сейчас пойду я хочу чтобы не гарантировали что меня не пошлют нахуй нет таких гарантий чувак ты не знаю ты подойдешь тебя не пошлют нахуй пробежит мопс укусит тебя блять у нас дениса свинья укусила в центре города москвы укусил сука поросенок за руку есть фото доказательства я не думаю что выйдет на улицу утром этого дня денис думал что сука вечером он будет укушен большой домашний свиньей который мужик гулял на поводке я поэтому к чему что ребят ну как бы тут надо не стремиться к тому чтобы стать гуру предугадывание реакции на себя а стремиться к тому чтобы найти реакции реагировать спокойно зато теперь тебе зато теперь есть что рассказать берите от жизни все будьте укушенными я хотел с ней сфоткаться и и подошел близко и она меня ну тяпнула за руку мужик говорит да это она просто не ну типа не ожидала она а он сказал это типа было темно она не поняла типа кто ты что ты на всякий случай укусила она бля пиздец у меня чуть-то рука